Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие друзья. Это вторая часть. Юнь вернулся. Юнь, в этот раз говори громче, дружище. У тебя очень приятный и мягкий голос, но тебя плохо слышно. Да, я буду говорить тогда громче. Как дела у тебя вообще? Ну, у меня нормально. Это круто. О, что у тебя там? У тебя там новая цепочка, что ли, или что это? Это, кстати, какая у тебя ориентация? Ну, я гетеросексуальный. Ага, хорошо, получается, ты просто поддерживаешь ЛГБТ. А это что? Жизни черных важны. Окей, это мы все знаем. А вот это что? Это просто кристалл. Особо ничего не значит. Ага, вот эту звезду мы знаем. Так, что еще тут есть? О, а этот, как там его? Анонимус. Как? Анонимус. А, анонимус. Дружище, тебе нужно будет немного громче говорить. Да, хорошо. Итак. У тебя там были некоторые вопросы касательно ислама. Если я не ошибаюсь, то с тобой связался... Да. Причина, по которой он с тобой связался, я буду сейчас с тобой честным, заключается в том, что, возможно, он увидел то, что наше видео стало популярным. И ему нужен контент. И он сейчас в отчаянии, так как он распространяет ложь про ислам. И сейчас ему нужен контент. Ну ладно, это уже другая история. Ты, кстати, смотрел диспут Даниэля и Харриса? Что-то было, да. Видел, да, там про этого, бывшего мусульманина. Какие у тебя мысли по поводу этого? Ты полностью посмотрел? Не, я полностью не смотрел. Я только посмотрел то, что Апус выложил. А, да, только эту часть. А ты видел, что с ним произошло? Ага. Он был интеллектуально уничтожен. Да ладно, что уж там, пусть покоится он с миром. Юнь, у тебя же там есть вопросы касательно ислама. Да, есть. Круто, кстати, то, что ты упомянул про вот этот диспут. Потому что у меня есть некоторые моменты, которые я хочу привести. Что-что? Я говорю, у меня есть некоторые моменты, которые я хочу поднять из этого диспута. А, из этого диспута. Да, здесь много вопросов. Я не взял с собой, к сожалению, свои заметки. Ничего страшного. Поэтому я буду говорить по памяти. Хорошо, по памяти так по памяти. Продолжай. Итак, я хочу немного коснуться темы шариата. Шариата. Да, шариата. Итак, будучи мусульманином, считаешь ли ты то, что это должно быть распространено по всему миру? Да. Мы считаем, что это лучший свод законов для всего человечества. Потому что Всевышний это не спаслал, и только Он знает, что лучше для нас. В этом-то и все дело. И вообще, если ты посмотришь тот диспут, не только тот кусок с апусом. То, что шариат, ну хотя там есть некая терминология, которую проводил Даниэль. И с которой мы не согласны. Ага. Хотя то, что он использовал, может быть, не было времени как-то внести ясность ему этому. Ну, типа, знаешь, там рабы для интима и прочее. Ты можешь даже не принимать это. Так как, ну, нет такого уже сексуального рабства. В любом случае, мы хотим показать миру, насколько прекрасен шариат. То есть, получается, сексуального рабства нет в шариате. Нет-нет, там даже нет такого понятия. Ну, это просто, знаешь, нонсенс прям какой-то. Типа ты найдешь кого-то, имеешь право использовать его, как пожелаешь. В общем, ты понял, но это уже другая история. Смотри, шариат – это система. Это не только свод правила наказания в соответствии с юриспруденцией. В первую очередь, это вот, например, быть добрым к своему ближнему, к своей матери, заниматься благотворительностью, выплачивать закат, соблюдать пост. В общем, это все и является шариатом. Это, знаешь, тут можно еще добавить совершение намаза, хорошее отношение к своим родителям и так далее. Все это является частью шариата. Я хотел бы сейчас затронуть некоторые вещи, которые, между прочим, Апус отметил у себя в видео, чтобы внести немного ясности. Получается, те, которые он затронул в видео, или... Да, вот смотри, насчет геев. Вот смотри, представим такую ситуацию. Если бы у тебя был сын, и он тебе признался в том, что он гей, и он совершал деяния в соответствии со своими желаниями. Что ты думаешь может случиться с ним? Здесь очень просто. Он совершает грех. Смотри, если он говорит то, что он гей, он совершает грех. Ой, извини, оговорился. Если он говорит то, что он гей, но он не совершает никаких вещей, которые способствуют утолению его желания. Это знаешь, как, например, у меня есть сын, у которого есть желание заняться сексом с девушкой, но он этого не делает. Получается, мы не несем ответственность за наши мысли, пока мы не приступим к самому действию. В исламе есть такая концепция, что если я на мировая сделать что-то хорошее, но не делаю, то я все равно получаю за это награду. Если я на мировая сделать что-то плохое, например, ударить тебя, но не делаю этого, это тоже считается благом. Ты понял? Итак, концепция ислама заключается в следующем. Если ты намерен сделать плохое, но не делаешь, то это благо. Если же ты сделал задуманное, то это уже грех. Поэтому, если, например, мой сын привел в действие задуманное, то он, получается, совершил огромный грех. Но до тех пор, пока он считает, что это огромный грех, он не является мусульманином. Но мы, смотри, сейчас говорим об этом в рамках шариатского суда. И вот смотри, как ты думаешь, что должно с ним произойти, исходя из дном шариатского суда? Нет, смотри, ты сейчас приводишь аргументы тех людей, которых ты слушал. Но суть тут в том, что даже исходя из истории, нет определенного фиксированного наказания за что-либо. Типа ты сделал что-то, и вот тебя по-любому ждет какое-то наказание. Нет же, все зависит от определенной ситуации. В какой-то ситуации применяется смертная казнь, в какой-то нет, понимаешь? Поэтому здесь нет определенного ответа. Мы знаем, что это большой грех, пока мы в жизнь его не воплощаем. Я знаю людей, которые являются геями, но они не совершают запретного. И они будут мусульманами до тех пор, пока они не скажут. То, что быть геем, это в норме вещей. Я вот сейчас спрашиваю конкретно тебя, касательно норм шариата. Но не конкретно я, а Ли Даава. Ислам един для каждого. Да, я понимаю, я вот просто хочу спросить конкретно тебя и конкретно твое мнение. Возможно, его ждет смертная казнь, возможно, и нет, возможно, его депортируют. Считаешь ли ты то, что они должны быть казнены или депортированы? Это не я так думаю, это, например, то, о чем мы ранее говорили. Вот смотри, сейчас ты сфокусировался на том, что тебя потрясло касательно всего этого. Это как раз таки то, о чем этот тип говорил на диспуте с Даниэлем. Но я имею в виду, просто я хочу внести ясность в это все. Нам сейчас нужно взглянуть на картину в целом. Если ты хочешь понять систему шариата, прийти сюда и понять законы шариата, это как, если бы я пришел и сказал, я хочу понять американскую нацию. Я типа знаю то, что есть смертная казнь для убийцы. Смысл в том, что шариатский суд намного больше того, о чем говорят люди. Шариатский суд ставит общество выше личности. Если ты, например, посмотришь на утилитаризм и, например, как там его зовут? Кто там основатель утилитаризма? Джереми Бентом. А другой? Джон Стюарт. Джон Стюарт Милл, хорошо. Если мы посмотрим на этих людей, они говорят нам о личности, о правах личности. Величайшее благо для наибольшего числа. И что же получается это означает? Например, этот метод можно использовать и сегодня. Ну вот, например, у тебя есть много проблем. Есть ЛГБТ-сообщества. Трансгендеры. Потом. Как их там? Драквинс. Некоторые люди. Ну вот, например, я читаю книгу, которая называется «Необратимый вред». У нас есть люди, которым еще не исполнилось 16. Которые вырезают себе грудь. И тогда, когда им исполняется 20... Вот, например, есть одна девушка. Ее зовут... Эээ... Забыл. Но там в книге про нее написано, если ты прочитаешь. Когда ей исполнилось 20 лет, она пошла в суд. Потому что она утверждала то, что прошла гормональную терапию и отрезала себе грудь. Она ампутировала себе грудь. Получается, утилитаризм или либерализм предоставляет этим девушкам, мужчинам или кем там они хотят себя назвать, полную свободу. До тех пор, пока это не причиняет вред окружающим людям. Но что же мы видим сейчас, июнь? Это то, что последствия, которые вытекают из всего этого, причиняют большой вред обществу в целом. Смотри, например, депрессия. Депрессия сейчас находится на подъеме, если посмотреть статистику. Даже вот, например, возьмем людей, которые страдают от гендерной дисфории. До того, как... У меня в заметках кое-что указано. Сейчас в телефоне посмотрю. Просто не хочу ошибиться. И вот, когда мы говорим о гендерной дисфории, примерно до 2012 года такого роста этой болезни не было, в особенности у девушек. Если смотреть статистику по парням, то там вообще по минимуму было. И что сейчас? Мы видим, что произошел огромный экспоненциальный рост. И основной вопрос заключается в следующем. Что стало причиной того, что молодые люди начали чувствовать себя, мол, они не в своем теле. Стали чувствовать, что им нужно менять пол. А дело в следующем. Это возвращается к твоему вопросу. Шариатский суд и что произойдет с тем, кто гомосексуалист? И что здесь следует сказать? Это то, что ислам защищает общество в целом. Если один молодой индивидуум, который имеет некое влияние в обществе и в социальных сетях, если один принимает такие решения, которые связаны с изменением их жизни, с изменением тела, ислам здесь, чтобы защищать порядок. Ислам не просто занимается тем. Он спрашивает, «Как ты себя чувствуешь?» «Ну, я себя сегодня чувствую, как пианино». «Прекрасно!» «Как ты себя завтра будешь чувствовать?» «Завтра я буду женщиной». «Прекрасно!» «Я мужчина, но я хочу себе кое-что ампутировать». Ислам не подразумевает за собой «иди, сделай это». Ислам утверждает то, что права в обществе превыше всего. И что означает, что индивид не может просто прийти и сказать, «Ну вот, например». Этот вопрос также восходит к вероступничеству. Не может он прийти и сказать, «Я хочу уйти из ислама». Ему скажут, мол, «Да, конечно, делай, что хочешь, всем наплевать». Дело заключается в том, что когда ты приходишь и пытаешься это пропагандировать, тем самым причиняя зло обществу, в котором ты находишься. Смотри, в исламе государство и религия находятся на одном уровне. И в какую бы то ни было страну ты улетаешь. Вот как, например, Эдвард Сноуден. Он сейчас находится в изгнании, но по сути он просто сейчас прячется. Возможно, в Китае или России, потому что он предоставил нам информацию касательно того, как государство шпионит за нами. Кстати, как зовут одного типа из Викиликс? А? Викиликс. Знаешь, что это? Не. Ну, в общем, его там тоже арестовали. Вроде выдали его. И, возможно, ему грозит смертная казнь. Короче говоря, ислам не дает нам что-то новое. Ислам защищает и охраняет права всего общества, индивида. Но не ценой коррупции. Все это просто. Вся твоя аналогия просто полностью сбилась с пути. Мы сейчас говорим не про людей, которые трансгендеры. Мы не возвращаемся к этой теме. Мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим о простом. Просто или да, или нет. Вот такой ответ должен быть. Нет, это не вопрос, на который можно ответить просто да или нет. Нет, думаешь ли ты, если твой сын был бы геем, и он совершил грех, то он должен быть казнен в соответствии с шариатским судом? Это очень простой вопрос. Да. Ага, еще раз. Давай предположим, чей-то сын хочет быть геем, хочет заниматься сексом с мужчинами. Пусть всегда идет и занимается этим. Почему же так? Да потому что проблема заключается в том, что в исламе тебе нужно, чтобы было четыре свидетеля, которые бы увидели сам этот процесс интимного характера. Ну, сам процесс проникновения, понял? А не просто то, что он был сверху. Итак, суть в следующем. Ислам здесь выступает не как какая-то кровожадная религия, которая хочет применять смертельные казни. В одной книге исламской юриспруденции сказано следующее. То, что в любых таких случаях присутствуют сомнения. И само это дело не такой простой, как кажется. И то, как ты меня спрашиваешь, мол, Али, просто ответь на мой вопрос, что бы ты сделал. Ты просто, получается, хочешь, чтобы я ответил тебе что-то типа этого. Я отрежу ему голову и ударю его ножом семь раз. А потом я его расчленю и выкину прямо вот туда, на мраморную арку. Я здесь не для того, чтобы развлекаться. Но я не... То, что я пытаюсь тебе сейчас сказать, это все очень просто. Если он совершает эти вещи, хочет заниматься сексом с мужчинами, пусть идет и делает это. Конечно же, это не является дозволенным. Но если он хочет этим заниматься, то пусть идет к нему домой. У него есть дом, ну там замки все закрыты, все дела. Закрыт, закрыт, закрыт. И пусть занимается сексом, хоть с 27 мужчинами сразу. Смотри, это его дом. И в этом доме, за закрытыми дверями, пусть творит, что пожелает. Нам, будучи мусульманами, нельзя ходить и шпионить за кем-то. Типа, о, пойдем подглядывать. Итак, суть в следующем. Зачем кому-то выходить и распространять это? Вопрос заключается в пропаганде. Во-первых, есть много людей, даже во времена пророка Мухаммеда, мир ему благословения, кто занимался интимом вне брака. Их забивали камнями. И причем забивали до смерти. А, и еще, смертельная казнь в исламе применяется только по отношению ко взрослым. Дело в том, что ислам охраняет общину в целом. Это не происходит что-то типа «Окей, друзья, значит будет смертельная казнь в виде побивания камнями». Нет. Шариат в первую очередь работает над самим обществом в целом. Направляет его в нужное русло. Как? Ну, например, отсутствие порнографии. Правильное одеяние для мужчин и женщин. Их правильное поведение в обществе. То, что тебе нужно, собрать это общество в целом. И тогда ты можешь сказать то, что когда общество встает на правильный путь, и тогда есть место смертельной казни. Почему? Потому что мы сейчас живем в таком обществе, где порнография разрешена. Да и вообще много еще каких вещей разрешены. Женщины сейчас обезличены во всех ракурсах. Именно по этой причине была недавно убита мусульманка. Не знаю, слышал ли ты об этом. Не. Не знаешь, разве? Ладно. Она была убита одним полицейским. Моя точка зрения заключается в том, что сейчас девушки не могут выходить на улицу ночью. Я, кстати, запишу про это чуть позже видео. И почему же? Позволь мне сказать тебе почему. Я, конечно, не могу сказать то, что это точная причина. Но все же. Потому что у мужчин нет больше уважения к женщинам. Прочитай просто одну книгу, которая называется «Болень красотой». Общество вынудило женщин чувствовать себя ужасно. Они начали чувствовать себя некрасивыми, с лишним весом. Они считают то, что им обязательно нужна пластическая операция. Всякий там ботокс, увеличение груди и так далее и тому подобное. Дело в том, что мы обезличили их до такого уровня, что они не могут ночью выйти на улицу из-за страха быть убитыми. Эта ситуация, кстати, произошла 4 дня назад. Девушка была убита. Получается, что ислам защищает общество как единое целое. Это главные объекты. И это причина того, что если какой-нибудь индивид идет и совершает интим вне брака, да, конечно, он может это сделать, но это является грехом. До сих пор, пока это не совершится публично. И вот если кто-то, например, будучи в здравом рассудке, скажет такой «О, неплохая идея заняться гей-сексом прямо на мраморной арке или вон там в кустах». Как ты думаешь, что было бы, если эти двое людей занялись бы этим прямо здесь? Ну, не знаю. Что случилось бы с ними? Их бы просто арестовали. В этом-то и все дело. Это просто непристойное поведение. И касательно ислама, то, что ты делаешь, например, у себя дома, всякие там гейские вещи, изменяешь жене, занимаешься интимом, будучи несовершеннолетним и так далее. То, что было, остается дома. Не пропагандируй это в обществе. Потому что если ты принесешь все это в общество, то ты станешь причиной разврата. В этом-то и заключается причина того, что я тебе цитирую отрывки из книги «Необратимый вред». Потому что есть молодые люди, которым лет так по 16, про которых как раз таки говорится в этой книге. Которые потом приходят и говорят, мол, я хочу поменять пол. Им даже не нужно согласие родителей. И они просто идут и вырезают у себя там. А потом через 4 года говорят, как сожалеют об этом. Итак, вкратце, июнь. Истам сохраняет нас от всего этого. Так как мы все люди со своими страстями, мы склонны попадать под чьё-то влияние. Смотри, я правильно понял, что ты пытаешься сказать то, что исходя из норм шариата, ты можешь делать то, что ты хочешь, в пределах своего дома? Да. Тогда почему же в Коране не дозволено быть гомосексуалистом? Стой, погоди, ещё раз, повтори, пожалуйста. Почему не дозволено быть геем в Коране? Всё в порядке. Я слышу, что он говорит с этого угла. Прости, дружище. Продолжай. Но вот тут тогда стоит отметить, что если ты говоришь, мол, дома можно делать всё, то получается, буквально, вы полностью противоречите друг другу. Утилитаризм и либерализм дозволен только в пределах твоего дома. Но вне дома, пожалуйста, следуй нормам шариата. Но вот на прошлой встрече ты сказал, что смотрел Пикачу. Ты полностью противоречишь его мнению касательно гомосексуализма. И что каждый гей приговаривается к смертной казни. Ты говоришь, что в пределах твоего дома дозволено. То почему же Пикачу говорит то, что это не дозволено? Нет-нет-нет, я согласился с ним. Просто ты меня не так понял. Мы оба согласились с Даниэлем в рамках того, что да, смертельная казнь применяется. Даниэль просто кое-что не упомянул. Скажи мне, как это вообще возможно, что я узнаю, что кто-то занимался гейским сексом у себя дома? Ну, тогда давай представим одну ситуацию. Например, ты живешь с соседом. Ага, хорошо. И ты такой приходишь домой и видишь, как он занимается гейским сексом. В этот момент ты зашел с тремя друзьями. И получается, уже есть четыре свидетеля. Что тогда будет? Итак, получается, вот что будет. Именно поэтому и с нам прекрасен. Итак, во-первых, если кто-то совершает грех втихую, в приватной обстановке, то я уже совершу грех, если пойду всем это рассказывать. И вот свидетельство этого, которое приведено в одном хадисе пророка Мухаммеда, мир ему благословения. В нем рассказывается о том, что было четыре человека, и они шли и увидели, как один из их товарищей занимался сексом. В буквальном смысле, было именно проникновение женщиной. И что же они сделали? Они пошли к одному из подвижников пророка Мухаммеда, мир ему благословения. Я потом еще раз перепроверю, потому что я не знаю источника этого хадиса, но по памяти скажу в общем. Пошли они, значит, к Умару ибнуль-Хаттабу. И он задал им вопрос. Видели ли вы, все вчетвером, сам процесс пенетрации? Первый сказал «да». Второй сказал «да». Третий сказал «да». А вот четвертый? Нет? Нет. Он сказал неуверенно. Ну, я увидел. Ага, минуточку. Должно быть тут, все предельно четко. Я видел сам процесс пенетрации. В тот момент он был под сомнением. Он начал сомневаться, понимаешь? И знаешь, что произошло дальше? Их всех выпороли плеткой, по 80 раз каждому заклевету. И что самое интересное, это то, что один из них сказал то, что... Он жизнью своей пожертвует, но докажет то, что видел этот секс. В то время, как другой витал в своих сомнениях. Если бы ислам был бы кровожадной религией и вырезал бы каждого, как того, кто неуверенным голосом сказал, что видел, то ему поверили бы, и это было бы неверно. Суд заключается в том, что если бы я увидел, как он занимается греховным делом, моя обязанность — это скрыть. Скрыть этот факт от других. Да. И сейчас я тебе все это объясню, потому что есть неверное представление об этом. Типа, о, мой бог, не дождусь всего этого увидеть. Позвольте мне отрезать ему голову. Знаете, как это семейка Адамсов. Но ты же не ответил на мой вопрос. Не, я ответил. Не на этот вопрос. Итак, в общем, мне не дозволено идти и распространять все эти сплетни. Это личный грех. И то, что не спасал Всевышний, не помилует того, кто сам не проявляет милосердия по отношению к другим. Это означает то, что он совершил этот грех, но мне ведь он плохого ничего не сделал. Да и вообще, в моей жизни я совершал много грехов. Это запретно для меня идти, например, и распространять чьи-то, к примеру, личные фотографии. Я буду грешным. И так, получается, Али, ты сейчас говоришь о том, что должно быть четыре свидетеля. Ну, значит, харам распространят там что-то. Ну, то, что произошло. И это нужно хранить в секрете. А как же тогда в суде это происходит? Вот смотри, то, что я знаю, например, исходя из интима между мужчиной и женщиной. То, что должны присутствовать – четыре свидетеля. И если я не ошибаюсь, то же самое должно быть в отношении гомосексуалистов. Потому что, знаешь, смертный проговор у лесбиянок отличается от геев. Почему? Потому что нет проникновения. Но вообще некоторые говорят, типа, должны присутствовать свидетели. Ибо лесбиянки тоже могут это сделать. И то, что я хочу сказать тебе вкратце. И, кстати, ты задал очень хороший вопрос. Суть – сдерживать и охранять общество в целом. Что мы говорим по поводу утилитаризма. Величайшее благо для наибольшего числа. Ислам тоже придерживается такой концепции. Но ты не можешь быть человеком, который говорит, «Я хочу употреблять алкоголь и показывать это всем людям». Нет же, это неправильно. Этим ты вызовешь развращение общества. Например, подойдут и будут просить тоже выпить или попробовать. И вот ты уже развращаешь общество. Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Я обращаюсь к вам за помощью. У меня онкология третья степень. Я прошла 8 химиотерапий. Уже 8 месяцев я лечусь. У меня четверо маленьких детей. Все денежные средства у меня уходят на мое лечение. Я хотела бы, чтобы вы мне помогли. У меня предстоит сложная операция. Я надеюсь на Всевышнего Аллаха. Я знаю, что Аллах меня не оставит. И хотелось бы, чтобы вы тоже мне помогли. Ради этих четверть детей. Я на все пойду. Сейчас ей нужно пройти сложную операцию по удалению молочной железы. Маленькие дети. Очень жалко семью. У них уже все ресурсы исчерпаны. Надеемся на Всевышнего Аллаха, что операция пройдет удачно. И мы с вами, братья и сестры, сможем хоть как-то помочь, содействовать, чтобы мать этих детей была жива и здорова. Братья Всевышнего Аллаха, прошу вас принять участие в этом сборе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok